Ну что же, приветствую всех братья! Но перед началом данного ролика, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, так как у меня есть очень весовая цель, это до нового года, 3000 подписчиков. Ну а мы начинаем. Роуз на Маюнас против Вэлли Жанг. И опять-таки, поскольку это реванш, поскольку один поединок уже был, я не хочу вникать в статистику, лишь некоторые поединки с кем дрались, отмечу. Роуз на Маюнас довольно очень техничная девушка, скажем так, подкованная во всех планах, можно назвать ее, в принципе, универсалкой. И тот первый поединок с Вэлли Жанг, Вэлли Жанг это своего рода рубака, которая идет на пролом, но, знаете, по моему мнению, не знаю, может это даже мнение большинства, может нет, мне кажется, что в первом поединке все так-то был в каком-то плане лайки-панч. Ну, действительно, не ждала тот хайкик Вэлли Жанг, наверное, пропустила мощный удар, оказалась на канвасе, но Вэлли Жанг не была наглухо нокаутирована. И к чему я все так-то веду? Роуз на Маюнас все так-то не до конца поняла, чего можно ожидать от Вэлли Жанг. В то же время, как Вэлли Жанг поняла точно, что можно ожидать от Роуз на Маюнас. И можно сказать, что это лайки-панч, но, возможно, этот удар, конечно же, отрабатывался в тренировочном лагере Роуз на Маюнас, я не спорю. Возможно, какие-то новые комбинации будут Роуз на Маюнас. Но Вэлли Жанг в данном противостоянии, в реванше, в втором поединке, знает, чего, в принципе, ожидать от Роуз на Маюнас. Это, конечно же, не преуменьшает заслух Роуз на Маюнас, что она сотворила в первом поединке. Но, наверное, никто не ждал такого быстрого завершения, да еще и в первом раунде, и то, что Вэлли Жанг, в принципе, будет нокаутирован, это по большому счету. Но, отмечу снова, глухого нокаута в данном противостоянии не было. И Вэлли Жанг, не нужно ее списывать то, что она какой-то пробитый боец. И с котировками букмекеров данное противостояние на Вэлли Жанг 1.95-2 на разных конторах, на Роуз на Маюнас 1.8-1.85. Я, в принципе, согласен. Потому что, в моем понимании, несмотря на все за и против, я считаю, что все так-то это был реально лайки-панч. Держа Квэлли Жанг довольно-таки неплохо. Еще хочется отметить, обе спортсменки встречались с Юаной Инжейчик, да? Вот. И, в принципе, там тоже Роуз на Маюнас дело то, что многие не ожидали-то, да? Но все же я считаю, что Вэлли Жанг, несмотря на все, и несмотря на ее первое поражение, да еще и досрочное нокаутом от Роуз на Маюнас, у нее реально неплохие шансы в данном противостоянии. Ведь она, по сути, не донесла ни одного мощнейшего удара до Роуз на Маюнас. На Маюнас не прочувствовала всю силу и мощь Жанг. А Жанг, в свою очередь, прочувствовала, какой силой обладает также Роуз на Маюнас. Поэтому, мое мнение, в данном противостоянии, как и в первом, я все-таки склонюсь, что Вэлли Жанг будет иметь немного побольше шансов и мотивации на данное противостояние. Вот. И я считаю, что касательно ставок, ну, наверное, моя основная ставка будет полный бой нет. Объясню, почему. Ну, либо на Маюнас снова подтвердит звание чемпионки и реально удивит меня во второй раз. Либо же я считаю, что Вэлли Жанг просто так же может свободно нокаутировать Роуз на Маюнас. Я с небольшим отдаю Жанг в данном противостоянии, но считаю, что бой не пройдет полную дистанцию. 1,7 на это очень неплохой коэффициент. Держак Роуз на Маюнас, он неплохой, но я считаю, что у Жанг есть все кузыри в рукавах, чтобы закончить так же досрочно это противостояние. Либо повторится, скорее всего, то, что было в первом противостоянии. Моя вторая ставка это чистая победа Вэлли Жанг. Основная полный бой нет и, наверное, предложу такую ставку, как Вэлли Жанг, техническим нокаутом за 3 уже коэффициент, может даже по 4, я точно не помню. Но это уже в рискованной экспрессе. Все же я снова поверю Вэлли Жанг в данном противостоянии, потому что она не успела раскрыться в данном противостоянии. Я думаю, что сладко бы на Маюнас не пришлось, если бы этот хайкик не пришелся точно в цель в дальнейшем. Но как случилось, так уже случилось. Что ж, это были все мои мысли на данное противостояние. Не забывайте подписываться, кто смотрит впервые. Делитесь своим, конечно же, мнением на данное противостояние. Что вы думаете? Кто одержит здесь победу? Каким образом? В общем, все интересующие вас мысли по данному противостоянию. У меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов.